Ребята, всем привет! Вы на канале Все страны по-своему хороши, если жить в них правильно. ТВ. Сегодняшняя страна, которую мы будем рассматривать, Мексика. Поехали! Топ-3 приколюхи из Мексики. Погнали! Первое. Низкий уровень преступности. Я уверен, что в вашем городе, стране, ну, то бишь, кантри, сити, точнее, сити-кантри, есть проблемы с преступностью. Надоело? Там ее нет. Я считаю, это главный плюс, потому что безопасность, ну, камон, типа, это важно. Второе. Это спортивная страна. Если вам уже надоедает, ну, грубо говоря, алкоголь, наркота и очень-очень еще много можно плохих слов назвать, Мексика вам подойдет. Каждодневно можно встретить порядка 44 тысяч людей, бегущих по пляжу в марафон, потому что люди там реально очень любят ЗОЖ, вот. Поэтому, если вы любитель здоровой жизни, Мексика. Третье. Валюта. В Мексике мексиканцы не привязаны к валюте, в том плане, что они не привязаны к доллару. Им не нужно смотреть курсы, им не нужно заходить в интернет и мониторить это все. Я не знаю, какой валютой они пользуются. Ладно, все, сворачиваемся. Пока. Ну, в смысле, я не знаю, не смог придумать что-то забавное. Ванючек, давай-ка здесь вот прям вставку. Ага. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, с вами Жека Серцеед. И просто Евгений Облизлый Нос ТВ. Ну что ж, рад вас всех видеть. Огромное спасибо, хорошо посмотрели свадьбы, хорошо посмотрели пацанки. Да, в принципе, вы смотрите все хорошо, кроме трудных подростков. Но трудные подростки на то и трудные подростки. Все-таки трудный формат. Вот, люди ждут. Ребят, я сейчас здесь их снимать не буду, как приеду в Питер, сниму. Там последние две серии, плюс сниму вам новогодние. Поэтому про трудных подростков не спрашивайте, я уже это игнорирую. Извиняюсь перед той частью, которую я обещал все укладывать. Я вам постил все всегда, несмотря на просмотр. Мне было несложно. Но вот последние две серии, я сейчас не знаю. Вот находить время, чтобы снять трудных подростков. И это увидят 70 или 60 тысяч человек. Не хочется. Хочется смотреть какие-то прикольные шоу. И прям, знаете, кайфовать с этого. Хотя с подростков я тоже кайфую. Короче, кто понял, тот понял. Кто не понял, бывает. Ни хуй я не понял. Ну, очень интересно. Короче, я на самом деле очень сильно обгорел. И не знаю, видно плечи или нет. Ой, на самом деле хорошо отдых проходит достаточно. Ну, тяжело головой отдыхать. Почему? Потому что бесконечно эти новости от нас уже уходят. Скоро, знаете, уйдут спальные кровати. Мы будем все спать на матрасах, блядь. Все от нас уходят. Америка там говорит что-то. Ой, блядь. Короче, все плохо с точки зрения головы. Потому что новостей очень много. Но я стараюсь абстрагироваться. Езжу по Таиланду, по Пхукету. Завтра вот еду в Бангкок. Хочется все посмотреть, все изучить. Кайфую, кайфую. Вот, спасибо, что желаете хорошего отдыха. Это приятно очень. Девчоночек с 8 марта уже поздравил. В телеграм-канале. Переходите на телегу, потому что если тут все заблокируют, телегу вряд ли снесут. Я там. По ссылочке в описании. Некий канал. Самый лучший канал в СНГ. На Инстаграм. Не знаю, есть смысл подписываться или нет. От нас скоро, я же говорю, уйдут уже все, блядь. Ну, 1, 2, G, more. More, значит, больше и больше ничего. Тоже по ссылке в описании. И вот такой приятный мерч Positive Vibration можно будет купить. Где? Все верно. Тоже по ссылке в описании. И единственное еще одно важное отступление. Игра. Сейчас начнут уже отсылать всем игрок, кто купил некую игру. Ребята из Украины. Вам будут сделаны возвраты. Я в сторис расскажу подробно процедуру. Ну, как бы вы просто получите свои деньги. Потому что сейчас туда доставлять. Я думаю, нет смысла это комментировать. Ну, а прямо сейчас я желаю вам самых-самых позитивных вибраций, добра, улыбок и т.д. С вами Евгений Макаров. И мы смотрим шоу «Дорогая, я забил». Просто вот вспомнил это шоу и захотелось посмотреть. Поэтому прямо сейчас оформляйте сабскрибы, ставьте лайки и пишите комментарии, где все верно внизу. Хорош дурачиться. 24 года. Введу себя как дурак. Пока. В поселке Соснова Ленинградской области есть три достопримечательностей. Лес. Озеро. И семья Васильева. Мне колокольчики лучше поставьте и на меня подпишитесь. Не надо, на Ю. Ну, нет, ну, в смысле, кто хочет подписывайтесь, конечно, лучше на меня. Ванек, покажи то, что мы тоже такие вставки умеем делать. О, видите? Вот прямо здесь сейчас должна появиться. О, это подписаться. Опа, колокольчик. Вы че думаете? Мы не лыком шиты, блин. Нахрен. Бля, ребят, жизнь сгорела. У меня просто как-то я в какой-то маске сижу. Евгений Погорелов, блин. Ну, я чисто знал. Женя, ё... И мне 24. Женек, мы с тобой тезки, получается, еще одного возраста. И скажу честно, вот врать не буду, мы чем-то похожи. Взгляните на экраны. Ну, есть же что-то, нет? Вот. Но, вот эта прическа, которая у Женька... Я прихожу в барбершопы, я хочу, чтобы меня так постригли. Я говорю, вот меня так покороче, здесь вот этот вот лодочкин стиль такой, не стригут меня. Оставляет вот эту шевелюру колхозную, я себя чувствую как дебил. Вот. Женя, дерзкий папа из Соснова. Бля, ладно, я, говорю, полюбил эту... Да кто мне пишет? Влюблена в тебя еще с первого класса, пожалуйста, ответь. Господи. Ладно, я шучу. Короче, чем люблю передачу? Вот этими вот карикатурными мужланами, которые, знаете, диванные бизнесмены. Ладно, поехали. Дерзкий, сильный, характер мужской. Мама. Васильева Настя, 22 года. И двое детей. Трехлетний Марк. Я дедна, я сходу. И шестимесячный Тимофей. Каждый день в доме Василь... Ооо, я не могу, вот смотрите, ей 22 года, ему 24. С учетом того, что они на передаче «Дорогая, я забил», на шоу «Дорогая, я забил», в своей вероятности 99% у них супер ублюдская квартира. Ну, извините, буду говорить правду, да? Хотя еще извиняюсь, это моя передача, мой канал. Так вот, у них ублюдская квартира, скорее всего, там нет даже 50 тысяч в месяц. Не знаю, дай бог, там есть 40. И получается то, что одному ребенку три, и они такие, бля, а нормально, по-моему, получалось. Давай еще раз попробую. Давай. И через 4 недели. Я беременна, он такой, о. Блядь, я даже, я не понимаю вообще, как это работает. То есть, неужели реально есть такие люди на свете, которые такие, да, давай еще. То есть, с одной стороны, пока молодые, нужно делать детей. Но давать же хорошее детство еще нужно, нет? Как бы, я понимаю, что эта проблема поднималась уже 100 тысяч раз, я уже 100 тысяч шоу посмотрел. Но я каждый раз в недоумении, типа, 24 и 22 сидит. А, Женя, 24 года, ааа. Шимпанзе, блядь, ты, если это, ты... Ой, блядь, ты еще уйди из зоопарка, блядь, и войди в нормальную жизнь. Господи, не могу. Звучит один и тот же вопрос. Настюха. Что? Когда есть будем. Пришел, здесь мне не помогает еще и грею. Ты, да, убила возле этой плитки, да, у него какие-то претензии. Совести нет у тебя, Васильев. Я знаю. Но всем говорю, что есть. Папа. Папа в ожидании супа и кофе, а мама помощи. Жень, помоги, подмети полы. А он не может, он сидит на бинансе, выводит, блядь, биткоины. Выводит биткоины, покупает NFT. Что ты трогаешь, Женя? Посмотрите на него. Посмотрите просто на вот этот вот вид квартиры. Сзади про... Бля, я даже не хочу это комментировать. Это же просто ужас. То есть, получается, я заранее все это сказал, с такой, знаете, немножечко с негативом. Но я потому что уже прям читаю этих людей. То есть, мне не нужно было смотреть, как он себя ведет, чтобы сделать вывод, что, типа, он, ну, блядь, дебил. Я не знаю, как это еще назвать. То есть, это же такая ответственность. И он, типа, второго ребенка еще делает. Настуха. Ну, пожалуйста. Я устал. Я тоже с детьми. Все делаю на руках вообще-то. Ну, ничего страшного. Бабы делают в семье все. Бля, посмотрите, пожалуйста. Сейчас. На руках вообще-то. Ну, ничего страшного. Бля, у них в чайнике, чтобы вы понимали, дыра, блядь. Посмотрите, пожалуйста. Ну, вот же, да, это же Мерила, ну, или не знаю, как это называется. Я бы называл так. И там просто дыра. Бабы делают в семье все. Я пришел, чтобы хата была вылезана, чтобы все было идеально просто. То есть, вы понимаете, это тот персонаж, который разговаривает точно так же, как я, когда я сильно утрирую, типа, Баба должна быть в ежевых рукавицах. Я сказал бабе сделать. Баба сделает. Только тут, без вот этой брови, и реально так. Баба должна дома делать все, чтобы было все вылезано. Я тебе еще раз говорю, ты, блядь, чучхела, блядь. Посмотри на себя. Ты что делал? Кроме как давил прыщи, блядь, над правой бровью. Взгляните, пожалуйста, на фотографию для того, чтобы рассмотреть то, что у нее надавленный прыщ. Чучела, блядь, огородная. Оооо, я так не вывезу час смотреть на это шимпанзе. Ну, это же очень тяжело. С дома домострой. Он считает то, что я с детьми готов, как бы это все на мне. Он только работает, приходит домой. Его задача покушать, и лечь спать. Мама круглые сутки работает дома. Да и возьми на ручки, Тимофей, мне посуду мыть надо. У меня онлайн игра, я сейчас не могу ничего делать. Детей не надо мне с порогу, сразу так вот пихать, что на, на, возьми. Вот так не должно быть. Дети не подождут. Подождут. Меня раздражает это, потому что мне нравится как у кого. А зачем ты делал детей, блядь? Я, понятное дело, ответа не получу. Может, у кого-то есть догадки, напишите. Это сейчас не байт, сами понимаете. Я уже немножечко разъяренный. Зачем делать детей в таком возрасте, с таким маленьким промежутком, чтобы потом говорить, ничего, да ждет, у меня онлайн игра. Какая онлайн игра? Дурень, блядь. Возьми, помоги ребенка. Ой, возьми ребенка, помоги. Возьми, помоги ребенка. Типа ребенка зовут, помоги. Ай, ладно. Такое уже лучше не шутить. Напоминаю, что отписаться вы можете всегда чуть-чуть ниже. Я должен быть идеальный мужчина для нее вообще во всем. Ну, извините меня. А ведь еще шесть лет назад Женя обещал Насте золотые горы и жизнь во дворце. Точнее, в его собственном доме. Очаровывал и за все. Да, когда в такой компании знакомишься с каким-то Женей, точно нужно верить, что будут дворцы. Да, вот еще раз давайте. Жизнь во дворце, точнее, в его собственном доме. Вот, взгляните. Посмотрите вот на пацана в синей кофте. Он просто сидит ваху. Он уже такой думает, бля, о чем мы тут вообще сидим каждый день? Ну, короче, я не знаю, что придумывать. Не хочется шутку какую-то изобретать. Ну, как можно сидеть в такой компании, найти там вот этого Женю, блядь, и сказать, ну да, давай, давай сделаем детей, да. Второго? Базар, зеро, давай второго. Во, норм, да. Очаровывал изо всех сил. Блин, ты такая красивая, давай, как-то, встречаться. Не знала, сколько ему лет, думала, у меня младше. Я говорю, давай завтра поговорим. Потом кореш моет, и сам говорит, типа, Настю, попробуй, нормальный парень. Свадьбу расписали как партию в дурака. Очень быстро. Кто остался в дураках, сейчас понятно без слов. Че, опять-то постоянно одно и то же, блядь? Хотя борща бы наварила, не знаю, только кашло какое-то приготовила, блядь. Блядь, когда на фотографию смотришь, когда они сидели в этой беседке, и смотришь сейчас на нее, вот она сидит. Это тот самый момент, когда, короче, понятно, что девушке очень плохо. Я, по-моему, не раз поднимал тему в видео, когда вот я смотрю на девушку, и я могу точно сказать, хороший у нее секс или нет. Ну реально, не потому что я какой-то эксперт, я не сексолог, никто. Это просто видно, это видно не вооруженным взглядом сразу же. Вот идет девушка какая-то, пришла в компанию, я могу сразу сказать, типа, вот у нее все хорошо, она там все успевает, грубо говоря. Здесь просто сидит сгущенка уже убитая какая-то, вот она просто никакая на этом диване. Жалко, жалко в том плане, что, ну, 22 года, и, казалось бы, самые вот эти яркие моменты, когда можно много чего сделать, но я сейчас не буду вам банальности говорить. Они просто, ну, все, их нет, они ушли. Че, почему кашло, нормальный суп? Гуща, вот это вот гуща. С бульончиком, чтобы я приправил. Не надо хлюпать, чучело. Берешь, дуешь, если горячо, открываешь рот вот так вот. И глотаешь. Ну, блять. Ты можешь время находишь, а нормальную суп не можешь сделать. Пойду что-нибудь другое поищу, дай себе. Иди поищи, на что у тебя денег хватит, блять? А роллтон купить? Ну, иди купи. Кто ты вредный? Мама, халат. Даже он ребенок понимает, папа вредный. Недовольна положением дел не только Настя, но и ее мама. У нее с дочкой каждый день... А вот растишку, ху**, перед сосисками, это мы любим. Причем не сваренные сосиски, не разогретые. Просто, блять, досталось с холодильника. Горячая линия. Да как, опять поругались. Когда звоню маме и просто говорю голосом, сразу понимаешь, что-то не так. Сразу после Насти мама звонит Жене, чтобы не расслаблялся. Алло. Ужас, какой ужас. Типа, жена жалуется теще, теща звонит мужу. Он по-любому, когда поднимает телефон от тещи, сразу А, да что там, да нормально все. А сам, когда тещи нет, ну точнее, когда она не видит того, что происходит у них дома, там начинается вот это Че так мало наварено? Че за гуще здесь? Блять, ну это же просто олицетворение самых ху** отношений, которые я и видел. То есть это реально чел, которым я пародирую все время. Здрасте. Я говорю, а ну че, стиральная машинка что ли у меня? Это моя жена, она вышла за меня. Будь любезна тогда, ты сама. Будь любезна, а она же вышла за меня. Терпеть и слушать. А папа птица гордая. Повышенный тон терпеть не намерен. Чуть что, сразу на работу. Благо она у него во дворе и со свободным графиком. Пи***, ты снег на пи***. Да, ну да, я сказал 40 тысяч, ребят, я ошибался, тысяч на 30. Я не знаю, сколько может получать дворник в Сосново со свободным графиком. Вот если кто-то владеет такой информацией на момент снятия шоу, это четвертый сезон, ну сколько там, года два назад, напишите, сколько у него примерно была зарплата. Я уверен, что некоторые люди смогут сказать. Я думаю, что это 15, просто край 15 тысяч, вообще край. 15 тысяч, скорее всего, какая-то квартира, которая им досталась от мамы. И два ребенка, и 15 тысяч. И вот это вот, блядь. А, ну он разнорабочий, тогда, конечно, вопрос другой. Тут уже не 15, тут уже попахивает всеми, блин, этими 23 тысячами, блин, 500 рублями, ё-моё, бля. Бля, знаете, что тяжело? Я вроде свет выставляю, всё хорошо по коже лица, но я весь красный, я смотрю в экран, у меня, знаете, сзади лампы жёлтые. Я как будто какой-то жёлтый. В то же время всё красное, в то же время всё болит. Вот, да, проблема белых людей. Всё болит у меня, потому что сгорел на солнце. Бля, лучше бы этого не говорил. Опыт крутить легко. Берётся за всё, за что готовы заплатить соседи. Добрый день. Жень, дравишки мне покажи, пожалуйста. Здравствуйте. Да, вот так. Хорошо, спасибо. Работа не постоянно. Метится с одной работой в другую. А в таких женьках ещё, знаете, что самое ужасное? Это я вывел тоже наблюдение такое за много-много лет. Это к жене, получается, он приходит домой. Ты чё, эй, там, юп-те, эй, да я сказал, чё за гуще, сделай мне том-ям, бля, ми-ми-ми-ми, да? А когда он у кого-то там, к примеру, подрабатывает или там встречает какого-то соседа или друга, то сразу, о, привет, ну, нормально всё, да. Знаете, прям видно, как человек, блядь, совсем... Короче, настоящий он дома. Когда он ведёт себя как мразь с женой. А вот чучело-пугало, блядь, я не знаю, куча других слов можно ещё назвать, он с друзьями и с какими-то незнакомыми людьми. Это самое худшее, что может быть, когда ты в семье ведёшь себя как тварь, а на людях ты такой, типа, правильный, добрый и улыбчивый. Блядь, это просто, это кошмар. Нормальная работа для мужика, вот чё вы. Да, это реально нормальная работа, ну, прям точно. Я жалею, что я начал снимать. Хернёй занимаюсь какой-то. Вот колол бы дрова, блин, честно, под Санкт-Петербургом, блин, ну. На работе я вообще не устаю, вот честно. У Насти тоже есть профессия, точнее, была. Она работала мастером по маникюру. Теперь её карьера пылится в коробке. Рахлаки мои, маки. Просто свободно с чего-нибудь. Я, кстати, уверен на 100 тысяч процентов, что когда они начинали встречаться, она была мастером по маникюру, она получала больше него раза. Ну, в 2,5-3 точно. Вообще спокойно, вообще прям. Я ещё в школе начала подкрашиваться, краситься, как бы. Вот, ну, как-то у меня к этому лежит больше душа. Ну, и быт поглотил, потому что постоянно с детьми. Терпение Насти трещит по швам. Дома ни покоя, ни мужа. Кухня вся расклеилась уже, всё. Я всегда говорю вам, каждый раз одно и то же, насколько мне реально тяжело смотреть на эти квартиры. То есть, ну, я бы уже, в принципе, мог этого всего не говорить. Все же знают мою позицию. Но я прям не могу молчать. Я просто не понимаю, как в этой квартире можно находиться. То есть, если бы в какой-то экстренной ситуации мне нужно было бы помыться, я бы реально, скорее всего, не помылся и ждал бы нормальной ванны. То есть, я даже не видя эту ванну, понимаю, что я бы туда не зашёл. Ну, или ладно, в худшем случае я бы помылся в тапочках. Я как бы ещё брезгливый. Это просто всё отшелушивается, всё сыпется, всё, блядь, разрушенное какое-то. Да ещё и тот Женя. Пена торчит. Всё, отваливается. Шесть лет назад было всё более-менее ещё. Это сейчас уже всё, финиш. А, ну, если шесть лет назад было всё более-менее, то супер. Всё, Женя, сейчас ответственность снята. Блин, я не знал. Если бы мне изначально сказали, что шесть лет назад было всё норм, да я бы не смотрел это шоу. Тьфу ты. Давайте сделаем вид, что мы не слышали, что шесть лет назад было всё нормально. Давайте вот руководствоваться тем, что имеем в данный момент. Поехали. Полы здесь красятся. То есть, если в белых носках походишь, то всё будет потом розово. Прочная плитка вообще обваливается. А почему папа ремонт не делает? Так, ну, хватит. Да и некогда. Валять дурака – папина любимое занятие. И дома, и после работы. А что, Серёжа, дураком спать сегодня ляжешь? На, туза. Девки, на, девок. И если папа в этом мужском клубе на правах завсегдатая, то мама в качестве вышибаллы. Ой, домой. Настюх, дай играть на одну партию. Нет, всё, я одна с детьми устала. Меня бесит то, что жена бегает за мной везде к Серёже, к Ильюхе. Она соберёт детей под мышку и быстрее меня искать по всем дворам. Они думают, так вот, друг есть, они гуляют, у них всё хорошо. Но они думают, что мне дома тяжело. Но мне кажется, что то, что я прошу – это претензии. Хочу, чтобы муж понял, что мне нужно помогать. Хочу, чтобы муж сделал ремонт. Настя просила помощь. Я уже прям читаю вот эту сценку, когда придёт Пиф, и он начнёт перед ним. А, да, а, да. Вот просто запомните мои слова. Вот он 100% поменяется и будет вести себя какой-то... Лизун, блядь. И так громко, что золотой рыбке ничего не оставалось, как прислать к ней Андрея Пифа. Спасать семейное счастье. Бесельчак, Женя Васильев, мастер. Бля, мне нравится этот Пиф. Всегда вот эта вот пирамида на голове. Идёт на кайфах, чисто сейчас просто озвучит правила и поедет куда-то, блядь. На все руки. Мастерит что угодно, где угодно, только не у себя дома. Ну что, Женя? Шутки в сторону. Мы идём к тебе. Вот где живёт. Это настоящий памятник архитектуры. Посмотрите какой. Я думал это... Я хотел сказать, я думал это квартира. Но при этом как бы, когда нам сейчас показывали по камерам дом, я думал, что это частный дом. А это дом, в котором... Блядь, всё. Я обожаю вот эти сценки, типа Настя, привет, это шоу Дорогая Я Забил. Но перед этим показывают, как она открывает дверь. Соответственно, операторы шоу Дорогая Я Забил уже давным-давно у Насти дома. И она такая, о, реально это вы? Ладно, поняла, прикольно, двигаемся дальше. Меня зовут Андрей. Очень приятно, Женя. Очень приятно, Женя. Ай, не хочу обзывать всё. А он красавчик вообще. Марк, поздоровайся. Марк? Руку пожми. Телефон интересней? Да. Почему там надо? Покажите, как живёте. Что там? У нас там ужас. А тебе реально пиф нужно проходиться по квартире, чтобы понять, как они там живут? Там, мне кажется, просто с порога вот так вот смотришь. Понял. И сразу же покидаешь данную квартиру. Всё. Почему меня вгоняет в ужас? Что там? А вот это наша душевая. Ох, да. Руки намыл, всё. Свободен. Чё, всё в пене в какой-то. У нас протекало вниз там к соседям. Это у меня это самое. Был баллон, но не было пистолета. Я как ручка туда бам. Она мне по всей хате. А, да, в натуре угарно. Ну, чисто зачем искать? Да, ручку вот эту просто. Пш-пам. А-а-а. Блядь, какое чмо. Я вот туда запенил. Чмо, если что, это человек мною обожаемый. Вы что, думали, я обозвал Женю? Я тёсок не обзываю. Это прям шторка такая. Ты просто трубушу согнул? Ну да. От души труба вот эта согнутая тоже валится. Работаешь, делаешь, там лепишь для нее, там чё-то. Жалуются, чё на меня там ходят. Какие у вас ковры-то? Да, полисборники. А вы их выбивали вообще хоть когда-нибудь? Нет. Можно не скромно? Я надеюсь, что они вот в этом, ну, вроде как в большом зале сделают ремонт. Не дай бог они выберут кухню. Этот зал нужно срочно сносить и делать его нормальным. Правда, у меня в голове не укладывается, как он сейчас сделает нормальный зал. Посмотрите на этого Женю. Блядь, пену выливает просто так, без пистолета. Я уж не знаю, про какой ремонт здесь говорить. А зачем здесь одеяло? А, там это, дверь сломалась. А кто сломал? А Женя была дверь не открыть, он дернул, а она вся отвалилась. У нас еще один малыш в комнате спит. А сколько ему? Чем месяц. А, это спальня детская. Да, да. Это мы делали ремонт перед Тимофеем рождением. Для меня ты целая вселенная. Да, эту фотку, наверное, он ей подарил лет 10 назад, когда они еще познакомились в какой-нибудь школе. Теперь это для него просто обоссанная посудомойка. Это по-другому назвать никак нельзя, потому что все мы уже видели. Женя, настоящий дамский, блин, нахрен, ё-моё угодник. А смотрите, какая фотка сексапильная. Розетка всяких-то, блядь, козявках, соплях, крови, грязи, блядь, я уже даже не знаю, как это все назвать. Боже мой. Очень быстро делали ремонт. Возможно, как. Я в этом шоу хочу обращать внимание на все. Ну что, еще покажете что-нибудь? Кухню. Тимофей, покажешь мне что-нибудь? Иди ко мне, хочешь? Ну что, халупа, халупый, что там рассказывать? Вы сами все видели. Видели. Давайте еще раз, пожалуйста, посмотрим. Ну что, халупа, халупый, что там рассказывать? Вы сами все видели. Блядь, это просто, блядь, самый карикатурный чел, которого я видел за все шоу. Потому что я таких пародирую. Но я это утрировал, еще раз вам повторюсь. Пожалуйста, послушайте. Ну что, халупа, халупый, что там рассказывать? Вы сами все видели. Ну что там, голубый-голубый? Что нам рассказывать? Вы сами все видели. Сука, какой ужас, блядь. У нас сколько лет? Мы уже миллион. Ну скажи, кухня уже вся потрескалась, да? Да. Влада, ты есть? Не знаю, я же не мой, пацаны. Нет, когда я начал с ней жить, я сразу же понял, что это самая... Ну это не моя работа вообще. Что, к бабе пойдешь? Давай, давай. Меня, знаете, что больше всего очень пугает? Как такие дебилоиды не понимают, что они максимально бесполезные? И когда они говорят, типа, ну я же парень, а-а-а, ну девушка должна делать все по дому. Так ты же должен хотя бы чуть-чуть быть оправдан в этой ситуации. То есть я представляю себе реальную ситуацию в голове. В обмен с женами у нас была такая семья. Муж дохерище зарабатывает, прям дохерище. Потому что смотря на дом, который у них было на машину, там был очень красивый дом. Ездили они на каком-то X5, по-моему. Ладно, врать не буду, не важно, на какой-то хорошей машине. И жена при этом воспитывает двух детей, готовит. Но там шикарные условия для жены. Они вечно там куда-то ездят, у них там куча фоток, они загорелые, куча вещей. Такая ситуация для меня приемлема максимально. Ну типа, чел много работает, зарабатывает. Это оправдано. Ну как вот эти вот дубья, блядь, не понимают, что они же просто нули. Ну как бы, это просто типа, жена в тюрьме. Все, жена в тюрьме, он такой, ну а куда она денется, когда разденется? А-а-а, ну все, она с детьми дома. И все, они вытворяют, что хотят. Им настолько насрано. И мне в этой ситуации, конечно, очень жалко девушек. Но я это уже говорил, поэтому давайте по второму кругу не будем. А может по третьему или четвертому. Мне кажется, я одно и то же говорю, а может минут 20. Жить покушать надо, и все иногда бывает. Я доела, а он и ребенка обратно. Ты-то готова оставить детей? Переживаю, но готова. Пусть сам попробует пожить так, как я же, в моих условиях. И в своем домостроении, вот в этом. Да, в своем домостроении. Все, б***ь. Жизнь закончилась моя. Правила мамы уже известны. По правилам проекта у папы есть три дня, чтобы сделать ремонт в одной из комнат, выполнить задание ведущего и стать одной командой с детьми. Покупку и доставку стройматериалов программа берет на себя. Мама тем временем отправляется в отпуск своей мечты. Общаться с семьей нельзя, но три раза она сможет посмотреть за тем, что творится в доме. Если папа справится, а мама не сорвется домой, семья получит 200 тысяч рублей. Где хотели бы ремонт? На кухне. И почему? Потому что люди заходят и сразу видят вот это, что миллион лет не делал себе. Да, но не надо кухню. А люди в то же время заходят же к вам в гостиную, и в гостиной происходит просто трэш. Плюс комната большая, вам все оплачивает. Неужели ли это нелогично? Взять и закрыть большую комнату, либо спальню. Там спят дети. Дети спят просто в дерьме. Реально в дерьме. Я не знаю, как это еще назвать. Просто все ужасно. И вы меняете кухню. Кухня, но она же у них маленькая, сто процентов. Он все обваливается, тоже людей не пригласит ничего. Отец, где ремонт-то будем делать? Жена решила на кухне. Хорошо, принято. Я буду следить не только за тем, как ты будешь делать ремонт, но и за тем, как ты ладишь с детьми. Кстати, они тебе тоже дадут задание. В моей любимой рубрике детский бумеранг. В такой рубрике что-то я еще не встречал в этом шоу. Вы тоже, наверное, вряд ли это видели. Ты играешь в футбол? Угу, конечно. А с кем? С мамой, с Ивой. С кем угодно, даже с Любой. Если с ними играть в футбол, с девчонками, это скучно. А хотел бы ты с мужиками сыграть в футбол? С папой, да? Да, конечно. Но папа со мной пойду в футбол. Марк мне все рассказал. Итоги нашей беседы войдут в задание в один из них. Если ты справишься, твоя семья получит главный приз 200 тысяч рублей. Надо уже делать. Хе-хе-хе, он одурен, надо уже делать. Я не могу, ребят, мне плохо. Посмотрите, пожалуйста, на это. Главный приз 200 тысяч рублей. Надо уже делать. Пожалуйста. Но если не справишься, твоя семья получит еще один недоделанный ремонт. Ты вот куда хочешь? На урок вокала. Вокала? Да. Ты поешь? На саморазвитие. Чтоб я вот вдохновилась, да, и от семьи немножко абстрагировалась. Вы готовы? Да. У тебя 20 минут на сборы. Я жду внизу. Ты куда уезжаешь? Да, уезжаешь. Смотри, мне страшно. Симофею два раза каши давать? Хотела ее подказать. Ну, Марка не забывается скормить. Я боялась, что он что-то забудет. И умыться, и помыться, и свежая одежда, носочки. Все, в голове прокутилось. О, пив-таранжуре подъехал. Я говорю, у пива все, в принципе, достаточно неплохо. Хорошего отдыха. А, это этот, водитель-водитель, все ладно. Пив машинку не показывает, она где-то там, неподалеку. Там ерунда. Когда уже тронулся, поехала, мы уже в душе так... Пойдем, у меня есть задание на первый день. Угу. Изучай. Мне бы даже жалко было делать в таком доме ремонт. Реально, вот я просто посмотрел, как он со стороны смотрится. Да ладно. Прости. Ковры, что ли? Задание для папы на первый день. Лицензия на бардак. Ободрать обои и сломать старую мебель. Пыльная работа. Выбить ковры и сделать фото для мамы. Штора раздора. Починить штору ванной и убрать пену. Вечный двигатель. Сделать подвесную игрушку. Да на самом деле вообще что-то лайтово. Походу вот либо сначала было тяжело в этом шоу, либо потом стало, когда там сезон, наверное, пятый, шестой. Короче, какую-то я серию смотрел, там был список. Блядь, я бы его не выполнил тысяч за пятьсот даже. Ну, потому что я бы физически, наверное, не успел. А здесь, ну что, лицензия на бардак. Снес вот это вот все дерьмо. Там, в принципе, можно не глядя выбрасывать все вообще. Всю квартиру. Ладно, ладно, давайте. Не буду острить. Короче, это хрень, хорошо. Пыльная работа. Ну, взял, снял. Раз, ковер, пошел встряхт, повесил его, встряхнул там с друзьями своим или один. То же самое сделал со вторым. Блядь, это дом с коврами еще на коврах лошади. Ладно. Штора раздора, чтобы починить штору в ванной. Ну, там штора, блядь, метр максимум в длину. Ну, не знаю, что в этом сложного. И вечный двигатель. Поставить полочку для детей. Все. Такое ощущение, что это реально без шуток делать часов пять. Не больше. Все ясно? Да. Мне нравится, как я такой. Реально без шуток. А, наверное, кто-то сидит такой. Блядь, он, наверное, сейчас пошутил. Да, это точно была шутка. Помощь моя нужна? Нет. Нет. Конечно. Сделаешь все сам, правильно? Да. Тогда до вечера. Женя, давай. До вечера. Жги. Новая жизнь для Жени начинается на кухне. Только в меню у него сегодня не обед от жены, а задание от ведущего. Здесь все выкручивать надо. Это, конечно, нонсенс. Что ты матиришься, чучело? Ну, выкручивай все и убирай. Давай, 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 давай. Сейчас мы с удовольствием посмотрим, как ты все это будешь делать. Надеюсь, ты просрешь 200 тысяч. Ладно, надеюсь, ты не просрешь. Просто, чтобы жене что-то досталось. Только из-за уважения к жене. Если ты был один, я бы молился, чтобы ты все просрал. Хотя, куда еще все просирать? Уже все просрано. А, Тимоха там уже начинает. Боже, у меня просто сейчас, я не знаю, какой-то лосьон на душу. Я прям вот, мне нравится, когда он осознает, как тяжело жить девушке. Как это тяжело. И когда вот они это понимают, у меня просто вот это... Energy. Это значит энергия. Требовать обед у мужчин Васильевых семейные. Ой-ой-ой, что, каша у тебя рассыпалась? Не успеваешь? Да, сзади Тимофей кричит. Блин, как жалко. Как же, я бы хотел тебе помочь, но, блин, дружище, я сейчас не в Сосново. Я буду в Сосново послезавтра в 14.30, поэтому, ну, только тогда. Сейчас не могу. Жень, не обессудь. Тимоха, подожди. Слышь, Натурик, как он так с вами? Сейчас, 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 здесь Митя дам, да? Мне трясло. Потому что у меня Тимофей. Все, 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 ну не плачь, не плачь, не плачь. Ну все, сейчас истерика у нас начнется, да, Тимох? Ну, давай, похожу, чтобы... Женя, в отличие от Марка, дома бывает нечасто, поэтому решает обратиться за помощью. Как круто, я не могу, но он прям орет, и чем больше ор, тем больше мне кайфово. Это, на самом деле, наверное, ужасно, но все же понимают, да, почему мне кайфово. И советом к сыну. Как маму укладывать Тимоху спать, а? Да просто лужат ее на кровать. Да, споешь мне, поможешь? Не хватает ее резко, Сало, ну не хватает ее, и все. А почему мы не пуляем? Потому что у папы задание есть, а ты не помогаешь. А почему задание, это фига? Закон Васильева. Это ржачно. Хочешь гулять? Гуляй дома. Все, играйте. Тимофей! Он же классный, я его люблю, да. Дом превращается в развлекательный центр. Брат развлекает брата в комнате, а Женя себя на кухне. Что, нормально все? А у меня нет. Первый день всегда сложно, как обычно говорят. Я вообще устал от вас. Мне этот обзор реально нужно смотреть вот так вот, типа. Не, ну че, Женьку-то понять на самом-то деле можно. Чувачок всегда работал, приходил на готовенькое. А здесь дорогая Ляля Крали уехала. Ну и че, конечно это тяжело. Ты же не понимаешь, как она справлялась. Ты же за этим не смотрел. Ты был немного занят. Ну а мама тем временем развлекается в одиночестве. Зашла в свой номер. Будет моя любимая вот это. Заходит, знаете, в обычный гостиничный номер. И так. Вау! Амейзинг! Оусом! What the fuck? Я обомлела от красоты. Вау, ничего себе. Камин красивый. О, покуле. Обалдеть. Вау, душевая. Блин. У нас шторки, пена. Душевая моей мечты. Были бархатные занавески. Была мягкая кровать. Все вот так, как надо. Очень обрадовалась подарок. Посмотрите на этот номер. Я не знаю, я бы туда зашел так. Насколько мы тут на день? Ладно. Я сейчас не пытаюсь показать всем, типа я такой. Ну просто мне кажется колхозная комната. Но это опять же говорит о том, насколько долго они сидели дома, насколько все плохо, что для нее вот это вау, шедевр. Это ужас, реально ужас. Который был в виде суши. Как раз я проголодалась. Было очень приятно и вкусно. Приятного аппетита. Кушай. Расслабься, пожалуйста, пока что. Забудь про своего Женю. Ну не про меня. Меня смотри, если вдруг смотришь. Про мужа забудь точно. Это бессмысленно. Просто вырасти детей, я не знаю. Что-то нужно делать. Такие, как Женя, это все. Это уже всю жизнь будет вот это вот. А в этот момент дома готово коронное блюдо отца. Хаос и горькие слезы. Ну, п***ь. Получится. Все, все, Марик. От стресса папа даже имена детей перепутал. Главное теперь не начать кормить старшего из бутылочки. Честно, я был в шоке. До сих пор отойти не могу от него. Честно, я был в шоке. До сих пор отойти не могу. У меня реально трясло. Сидеть. Сидеть. Бл***ь. Это тебе что, собаки? Или там котопес, б***ь, лежит на кровати? Сидеть. Ты сиди. Приятного аппетита, кстати. Ты обещал мне, а? Папа, глупый. Как так ты с двумя, а? Тимофей, ты не плачь давай, а? А, п***ь. Все, это п***ь. Я скучаю по жене. Я задолбался за сегодняшний день. Скучаешь не по жене? Б***ь. Ты скучаешь просто потому, что она этим занимается, а ты ничем. Не надо сейчас вот это вот на камеру. Я скучаю по жене. Бл***ь. Честное слово, люди. Я вообще никогда в жизни такого не получал. Дети, внуки. Пожалуйста, посмотрите, как нужно успокаивать ребенка. Не получал. Ладно, так уж и будет. Секунду. Секунду. Ну вот, не знаю, я это примерно так вижу. Такие, наверное, методы. Те внуки, бабушка приехала. Э, какая бабушка? Бабушка, уезжай. Пусть Женя справляется сам со всем. Не надо нам здесь никаких бабушек. Я вот категорически сейчас не рад видеть эту бабушку. Хотя я люблю бабушек. То есть в теории я бы был рад ее видеть, но не сейчас. Не успел Жень уложить Тимофея, как вдруг нагрянула инспекция в лице тещи. Женя, можно сказать, с детьми так никогда не оставался. И просто у меня как бы на него надежды нет немножко. Жень, что бордяк-то тут развел такой? Смотри, мне и куртку даже некуда повесить. Что у тебя крючки все сломаны? Вместе с пакетами еды теща принесла с собой целый пакет критики. Я не знаю, как он будет доделывать этот ремонт. И вообще, сделает ли он его. Потому что он не силен, мне кажется, вообще в строительстве. Женя уверен, все, что нас не убивает, может нам помочь. На тещу у него большие планы. Зайка мой! Ай, привет, Тимофей! Привет, мое солнышко! Вообще, я приехал, чтобы тебе немножечко помочь. У меня теща, первый ангел-хранитель. Ребят, взгляните, пожалуйста, на зал. Пять секунд буквально. Тебе немножечко помочь. Вот сейчас справа у меня получается, слева, если вы смотрите на экран, находится комната. Вот что вы можете сказать по поводу этой комнаты? И они реально выбрали на ремонт кухню. Ладно, здесь можно спорить бесконечно. Но я вот... Ой, боже мой, просто вы посмотрите. Место обоев кони на коврах. Ковры с конями. Кони на коврах. Типа, знаете, там ковер, и там кони на них лежат. Ай, ладно, все, лучше не продолжать. Шторка, посмотрите, вот прям за тещей. Шторка идет, которая перекрывает. А дерево как вам? Фикус Игорь, блядь, справа, в верхнем углу. Просто Игорек уже, блядь, давно приуныл, уснул, вот так вот лег просто на бок. Ну, домашние цветы выглядят конкретно так. У меня теща первый ангел-хранитель, просто который сегодня у меня появился. Вот тебя вот увидел сегодня аж как подарок мне, вот честно, тещенька. Никогда так не ждал, как сейчас это самое. Ни разу не радовался, да, теща? Ну, так сильно, как сегодня, ни разу. Что ж, чувств к теще стало больше, а забот меньше. И Женя решает взять под усы второе задание. Да просто, слышь, в натуре оторви и все. Просто вот так вот дерни разочек. Как понять, что сосед реально самый такой вот топовый, проверенный годами. У него и шурик-шруповед. Тещей может быть только сосед Серега с ценным грузом наперевес. Серега, давай, держись. Он меня тоже называет сырый конь. Я говорю, иди ты, конь, давай, говорю, подпрыгивай. Надежда и опора подоспела, дела Жени идут в гору. Серега, ты мой, это самое, банкет, ходячая только. Следующий, пока этот заведующий. Есть, есть на жопе шерсть, хоть редко, но своя. Есть, есть на жопе шерсть. Блядь, какой маразм, я не могу. Я не верю, блядь, я не верю. Но они же есть, они же есть, они существуют. Они живут вот конкретно в Сосново. То есть сейчас, в данный момент, вот прям в эту секунду, когда вы смотрите это шоу, реально существует Женя, который вот точно сегодня хотя бы раз сделал так, типа, аааааа, дома. Понимаете? Ну, то есть, это, блядь, не шутка, это реально, это, ну, мы в этом мире, Женя с нами в мире, понимаете? Эй, вырвал, блядь, с корнями, блядь. Да подожди ты, все, мы сначала прикручены. Открути здесь, кто его любит. Мы стихнули отсюда, пхать, мне что, мне здесь не развернуться, уже, блядь. Кони ускакали на первый этаж, а Женя с Серегой на кухню. Выполнять задание полегче. Вась, на меня давай кидай его. На тебя кидай. Подожди, здесь тапок какой-то. О, ничего себе, сколько тут, вообще, ты посмотри. Это. Есть смысл это комментировать? Я думаю, что нет. Просто. Я был в шоке. Она с тебя, блядь, конечно, блядь. Давай без мат, кто мне, дети здесь, блядь. Так, ребят. Ты только что при детях матерился, чучело, блядь. Причем тут, почему именно сейчас не надо материться? Боже мой, какой показушник дешевый. Господи, боже мой. Ругаемся. Но когда я увидела его друга, я была просто в бешенстве. Что он пришел. Но когда я увидела все-таки, что от него есть какая-то помощь, я немножко потом успокоилась. Он скажет, но когда он пришел, я поняла, что от него есть какой-то запах. Я напряглась. Потому что я уверен, что друг Серега, или как его называют, серый конь, ни много ни мало, имеет особые такие нотки цитрусового, да, и т.д. Ну, понимаете. Не, может быть, от Серега пользусь кимитиаксом или олдспайсом, и, ну, реально, как в рекламе идешь. Ну, вы же знаете, да, как от Сереги пахнет? Я да. В четыре руки работать значительно легче. Но это тоже вот на самом деле не так-то уж и честно. Блядь, да это вообще не честно. Это получается то, что мы должны были лицезреть, как он метается по комнате, как Сонник Икс, потому что там ребят один, ребят один, там ребят один ребенок, здесь второй ребенок. Ему нужно это все успеть, а тут сидит теща, и друг помогает выносить все, абсолютно все. Он его подсаживает, дает ему Шурика, и если вы не знаете, что такое Шурик, то я еще раз поясню. Шруповерт, именно Верт. Я специально это говорю, поверьте мне, я знаю, как это называется. И Серега Серый Конь, блядь, ему помогает, но я это уже говорил. Но это совсем неправильно, это, мне кажется, даже как-то не... не клеится в рамках проекта. Женя так ускорился, что для всего нашел короткий путь. Даже для мусора. Нормально все. Бакошка. Кинули, и все. Я тебя понял, Жека, нормально, я бы тоже так делал. Это я всех предупредил заранее, чтобы не высовывались. Да-да-да, мы это сразу же поняли. О, моя любимая рубрика, сейчас тем временем мама. Просто посмотрим, как она радуется жизни. Обычной жизни, напоминаю. Семейная жизнь поставила на паузу давнюю мечту Насте о карьере вокалистки. Но программа «Дорогая я забил» открывает перед Настей все двери. В том числе и дверь музыкальной студии Анны Майю. Прикольно, если бы мама такая, моя мечта – посетить Бурж-Калифу. Они такие, мы, конечно, можем все, но, дорогая я забил, к сожалению, открывает не все двери, так как в Дубае ехать ни много ни мало дорого. Чики-таки-чики-таки-чики-таки-чики-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки- Я старалась как-то, руками как-то так, когда поешь, как-то там двигаешься и тело, как-то все вместе. «Грудь вперед красиво». «Грудь вперед». «Красиво», говорит, «круто». «Отба этого все, артист готов». Было стыдно, как я двигалась, потому что это было очень смешно. Мамочка, мамуля, я так люблю тебя. Умница. Это все равно тяжело, наверное, как-то. И выше головы я прыгать тоже не собираюсь. Я лучше... На самом деле я бы тоже сходил на вокал, но мне как-то немножечко... Ну, я бы тоже немного немного стремался, короче. А если еще вдруг это работает там в группе, так скажем, там 3-2-4 человека, они такие, так, Евгений, теперь вы. У меня сразу в голове почему-то такие представления, хотя вряд ли это вообще все так работает. Вот они на меня все смотрят, я такой... При этом я могу, знаете, петь какие-то песни левый, какие-нибудь меладзе, вообще все что угодно перед аудиторией большой, но вот 2-3 человека в жизни, это я уже не готов. Это о чем говорит? О том, что я интернет-герой. А на деле... Толстой. Буду хорошей женой, счастливой мамой. И мне этого достаточно. А чтобы оставаться счастливой все 3 дня, Настя отказалась смотреть планшет с происходящим дома. Я, конечно, люблю свою семью, но как же здорово находиться одной. Кухня пала перед стараниями двухсот... Да Серега, серый конь, помогает ему абсолютно во всем. Мне это вообще не устраивает категорически. Так работа сейчас пройдет в 2 раза быстрее, а теча до сих пор сидит с ребенком. Вы что, угораете? 3 дня так будет происходить все? Или что? Пацанов, теперь нужно чинить игрушку для Тиминой кровати. Но здесь без тещиного креатива не обойтись. Да, блядь, ну не могу прям бесит. Это не Женя совсем справляется. Женя там делает 30% максимум. Надо собрать модуль. Мы найдем, из чего сделать. Отныне Женя придумывает, теща ищет, а Серега делает. Ты мне поможешь? Я говорю, Вася, куда я тянусь? Конечно, помогу. Либо себе пальцы отпилю, либо, блядь. Я ему голову отпилю. Серега молодец. Все. Самый лучший комментарий от Жени, который мы могли услышать за эти 23 минуты шоу. Через эти дырочки навешаешь на все, что угодно. Ну, теща поможет. Аккуратно только. Вот надо тут повесить. Давай. Давай, 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 давай. Ура! Мы сделали это. Окрыленный успехом Жени, Сергей снова... Как вам подвеска для детей? ...тят на кухню. Чтобы ничего не мешало им делать ремонт, Женя решает перекрыть и воду. Вот только не во всем доме же сразу. Воды нету. Я же, блядь, за три дня нахуй. У меня есть идея. У Марка всегда есть идея. Любовь Геннадьевна есть? Нет. Да как нету-то? Как я их буду это самое кормить, поить? Не знаю. Мне нравится, что он это задает Сереге, этот вопрос. И чё, как я теперь их буду поить-то? И ну чё ты предлагаешь мне двери делать? Это ты, ещё раз говорю, тебе индюк, блядь, ты перекрыл воду. Ты чё, не разбираешься, как у тебя дома работает выключатель воды, перекрыватель воды вот эти вот? Я просто не разбираюсь, но как бы я и не заявляю, что я мастер на все руки. Мне вообще недавно мама сказала выключить воду. Я впервые в жизни узнал, что есть выключатель воды конкретно в туалете, есть на кухне. Я чуть с ума не сошёл. Но это ладно, я особенный в этом плане. Я как бы всегда говорил, я не хочу и никогда не буду в этом разбираться. Не буду принципиально. Просто мне это неинтересно. Всё. По окну или по потолку не понимаю. То есть вы понимаете, зашёл сосед, его топит. Топит по окну или по потолку. Ну то есть два варианта, полный пиздец. Прям вот пиздец. Ну сейчас не об этом. И сосед, он такой заходит, говорит, вы меня там топите по окну или по потолку? А, да, сори, всё. Ладно, всё, давайте, базар, взор, пока. Бля, там соседи тоже такие же, я не знаю, что. Я не понимаю, а это что, реально какой-то отдельный мир? То есть вы представляете, вот вас топят, вы заходите такие, ты меня топишь там немного? Он тебе такой, да не парься такой. Ладно, ладно, не топи больше. Я не могу. Кто соседи затопил там? Там немножко у них закапало там, да. Но у них там только что ремонт был. Я согласен, я м***. Так что вот так. Да, реально чувствуется. Я не знаю, как он подключал, но там надо делать всё по-другому. К Серёге у меня негатива нет. Серёга серый конь или как его там называют нормальный чел. На кухне вроде больше не подтекает, но зато по времени очень подгорает. Нужно срочно делать задание. Ну я не могу всю пену слезть тупаться, потому что, б***ь, будет течь опять заново. Б***ь, за нонсенс на, б***ь. Ну ты х*** на голову свалилась, б***ься. Них*** певаю, б***ь. Побольше матов, там же как раз ребёнок твой. Ты же не материшься при детях, нет? Мне послышалось это где-то? Ты же запретил Серёге серому коню материться. В чём проблема? Женя! Не, нормально всё. Пену я обрезал ножиком для хлеба, б***ь, потому что у меня не было канцелярского ножика. Кто довёл такого состояния квартиру? В чём состояние это вообще? А что? Ладно, давайте нормально всё будет. Женя критику не переносит вообще. Давайте, вот хорошо. Всё будет хорошо. Возьми все в руки. Два самореза закрутил, и всё получилось у меня. Работа с душем для Жени оказалась слишком душной. За это время друг Серёга одоле... Меня прям бесит. То есть он мать-перемать и при ребёнке там убирает вот эту вот пену, которую сам же придурь, б***ь, налил. Без пистолета. Сделал эту трубу за пять минуточек, вкрутив два самореза. А Серёга серый конь, напоминаю, б***ь, Серёга серый конь. Такой абсурд, ну ладно. А Серёга там уже просто, посмотрите, вот сейчас прям на экран. Он снял уже всё, все обои, всё, всё, всё абсолютно делает Серёга серый конь. Кухню. Обои легко одирали. Снизу поднял, и они просто до вверху все отлетели. До вверху все отлетели. Ну и Серёга-то чё, говна не скажет. Дамы, господа, двигаемся дальше. Нажимаю пробел, то бишь кнопочку play. Поехали. Давай-давай, все проблемы уйдут вместе с этим. Это какая-то такая некая психологическая работа. Work. Psychology work. Давай-давай, разбивай. Вот вообще всё забудь, просто бей. У меня всё хорошо. А, да, у тебя всё хорошо, мэн. Давай-давай, не расслабляйся. Вот и всё. Что ж, кухня чиста, как и совесть тех, кто её очищал. Здравствуйте. Привет. Опа, пивчик в новом наряде залетел. Поехали. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. 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 Любовь Геннадьевна. Люба. Очень приятно. Андрей. Сергей. Умер. Здравствуйте. Друг. А, друг. Друг. Посмотрите ещё раз. Сергей. Здравствуйте. Друг. 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 А, друг. Сегодня он мне помог, и вообще он мне по жизни помогает. Сергей, спасибо тебе большое. Я поехал. На, держите моху. Да забирайте моху с собой, Серега-серый конь. Посидите, освободите Женю максимально. Пусть Женя также делает 25-30% работы, самый простой, вкручивая вот эти вот, блядь, штангу для ванны максимум, и все. Серега, завтра уже все доделаешь спокойно. Сейчас иди пока поспи. Давай справляйся, как хочешь. Если что, звони. Все, пока, Сережа. Все, пока, спасибо. Спасибо, пока. Ну, смотри, здесь уже, ну, все готово. Пройдемся по остальным заданиям. Вы видели задание-то сколько? Да. Молодец. Сейчас проверим. Ведущий мне понравился. Обаятельный, вживую даже лучше выглядит, чем по телевизору. Давай по порядку, а лицензия на бардак. Может быть, я бы понравился вам и больше. Но что-то телеканал Юи Пятница меня совсем до сих пор никуда не рассматривает. Я пока не предпринимаю никаких мер, не напрашиваюсь, не прошу вас писать. Я жду, я жду по-хорошему. Молодая кровь перед вами сидит, 24 года, хорошо формулирую речь. Я не понимаю вообще, почему я должен ждать. Набирайте дальше всяких пифов. Только потом не надо съесть локти кусать. Евгений Владимирович, а можно пожаловать? Мне уже потом будет неинтересно. Вот я еще жду до конца 22 года, потом не надо. Смотрите, сколько всего сделано. Задание лицензии на бардак принимается. Молодец. Дальше пыльная работа. Выбил? Положу, чтобы она отлежалась и чтобы завтра выколотить конкретно. Ну хорошо, тогда давай с коврами вернемся завтра. Следующее задание – штора раздора. Что с этим? Мы там вроде справились. Смотрим. Ну нормально. А не, я новый поясню еще раз. Да нет. А чего нет? А, ну и срезал пену. Правильно? Да, правильно. Ну мне много там нельзя было срезать, потому что будет течь. Будет заливать. Ну я не могу всю пену срезать, потому что будет течь опять за... Итак, задание – штора раздора принимается. Он молодец, что оценил, блядь, работу. И следующее задание. Это он не молодец, потому что надо было... Блядь, ну не то чтобы не молодец, но это же не твоя работа. Чебу пели ты, блядь. Но это не ты все сделал. Это была командная работа. Серега, Серый конь и теща. Это не ты все сделал. Если бы ты был один, я думаю, что максимум одно бы задание сделал. Максимум. Для детей нужно было сделать... Модель. А, вы знаете. Модель, да. Ну хорошо. Потому что мы еще и помогали. Все? Зевеси, да. А где он? Восемь. Блин, ну не си. Самый этот самый, топовый. Каргас. Он нормальный? Пиф просто стоит такой... Ой, блядь. Да, о, вообще в порядке. Не дай бог, чтобы у моих детей так было. Да, 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 да. Задание принимаю, точно. А ты молодец, реально, господи, когда я уже отсюда съебусь. Да, 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 супер, супер. Все, молодец. Ага, Женька. Круто. Газ. Здорово. Здорово. Все, убирай ее тогда. Выключай. Да, убирай, потому что я этого видеть даже, блядь, не хочу. Справился с заданием вообще на 5 с плюсом. Задание вечный двигатель. Принимается. Да. Класс. Ну да. Вот это ништяк. Просто вот это вот. Ну ты большой молодец. Да знаете, вы мне вообще такой урок дали в этой жизни. За один день. За сегодняшний день я уже просто аж выжимайте с меня, вот под бога и все. Мы дали тебе возможность понять, как оно дома. А урок ты преподал вот всем этим людям, которые сейчас смотрят телевизор, что можно за один день сделать и такое. Но расслабляться еще рано, потому что впереди еще 2 дня. Еще будут. Да, ребят, вы это реально можете сделать. Если с вами будет себе теща, которая будет следить за детьми, повторюсь, уже в 48 раз. И Серега серый конь какой-нибудь условный будет, который придет и начнет помогать вам вообще прям капитально. Процентов на 60. Тогда да, у вас все получится. Если вы будете один, вы садитесь с ума просто. Задание с детками. Тебе нужно их кормить, ну помыть. А воды-то нету теперь. Воды нет? Как нет воды? Да ее не будет, пока смеситель не поставлен. Показать можно? Можно. Мне порвалось, как он такой, а воды-то нет. Ну типа, что ты, что ты пипнянешь, скажешь, а? Воды-то нет у меня. Ну и как мне ее мыть? Что, давай покажу? Давай, типа, давайте, пруфов накидай, давай что-то. Знаете, с какой-то такой радостью, типа, а помыть я не смогу. Вот так вот. Вот это, посмотри трассу на кухню, и значит перекрываешь вторую. И все. И на кухню она не пойдет. Все, разобрались? Да. Надо просто было в туалете, буду перекрыть на втором смесителе, и все. Перекрыли бы там воду, и там нигде бы не шла. С водой справился, короче. Благодаря ведущему. Но у меня уже есть задание на завтрашний день. Пойдем. Все, глаз закрыл, открывай, а потом и все, и в шоке буду. Погнали. Не хочу я смотреть даже на это. Вообще, ну как так-то? Задание с детьми. Я иду искать. Конечно. Что бы это могло быть? Ку-ку. Прятки? Нужно поиграть с Марком в прятки. Ну, во дворе тогда, на свежем воздухе. Заодно ковры. Логично. Жги же. Задание для папы на второй день. С милым рай и в бараке. Отремонтировать стены и пол. История игрушки. Помыть и отсортировать игрушки. Я иду искать. Поиграть с Марком в прятки. Ну, это такие лайтовые задания. Не могу. Если сейчас опять придет какая-нибудь теща, какой-нибудь Серега Серый конь. Ну, это уже будет реально, ну, прям, не круто вообще. Три задания. Причем я иду искать. Это вообще должно быть просто дано тебе. Типа, ну, ты отец, все. Это вообще не обсуждается сыграть просто с Марком в прятки. Я в тебя верю. Молодец. Я вас скажу. До свидания. Второй день ремонта кухни и семейного счастья Васильевы. Женя уже давно на ногах. В 7 утра ребенок разбудил. С кроватью меня, грубо говоря, содрали. Еще вот такой вот, голова кружится, все. Спать охота. Ходил, качал. А у мамы так каждый день, напоминаю. Памперсы менял. Гель в зубы втирал. Ромашкой тоже поил. Ты устал уже, да? Без мамки тяжело? Нет. Мне тяжело без мамы тебе? А мне знаешь, как тяжело сегодня? Дел у Жени очень много. И без помощи ему не обойтись. Кто здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Привет, здравствуйте. Стук в дверь. У меня сын открывает дверь. А там стоит тещина сестра. Тетя Лена. Я был тоже доволен. И вообще вот. Я вообще не доволен. Меня прям уже это начинает бесить. И сейчас, знаете, через пять минут. Тук, тук, кто это там? А я Андрей, друг Сереги серого коня. Ну, решил зайти тебе тоже немного, немало помочь. И он такой. Блин. Я реально был вообще рад. Я в шоке, потому что вообще у меня появились помощники. Да? Да, мне бы с Тимохой помочь. Хорошо, Женя, я для этого приехала. Люба меня попросила с ними посидеть. Хорошо, все, спасибо. Занимайся делом. А ну это вообще, ну это вообще тогда неинтересно. Но в чем прикол? Каждый раз приходят люди, которые просто помогают. Вау. Вчера Серега приходил, помогал. Это друг твой? Ну? Ну, понятно. Сегодня что без помощников? Некому. Серега на работу ушел. Сегодня помощник у меня Марк. Да. Молодец, Марк. Сезде я бы помогать хочу. Папа счастлив. Еще бы. Теперь можно спокойно продолжать делать дела. Младший-то под присмотром. Я сказал да. Марк, ну что такое-то происходит-то? Я не понимаю. Хватит дурачиться уже. Слышишь? Где меня? Сейчас. Размечтался. Не хотел я никуда идти. Все, Марк, я уже потею, я уже не могу нафиг. Я вообще разозлился сильно. Он меня довел. Пошли. Не спросил у ребенка нихера. Просто посмотрел задание такой. Пойдем, надо прямо сейчас в прятки играть. Я не хочу. Давай пойдем. Он меня уже взбесил, уже спотел. Давай, блин, быстрее. Он прям, знаете, какой-то максимально неадекватный чел. Я вообще не представляю. Представляете, ну типа, есть такие отцы. Он отец, он отец двух детей. Двух, блядь, детей. Эти не мама, блин. Классные игры в прятки сейчас будут. Чисто, знаете, формально закрыл цель. Типа, да, мы поиграли. Там сейчас Марк будет орать. Ничего ему не интересно. Ему нахер ему эти прятки не нужны. Зато да, well done. Зачеркиваем. Папа не пла. Папе срочно нужно на воздух доделывать вчерашние задания. Оставалось задание со вчерашнего дня, получается. Нужно было с коврами разобраться. И вот здесь бегаем просто по полосику. Давай вместе. По всем бегаем, бегаем. Только по саморезам не бегать, понял? Взялись за работу папа и сын очень быстро. Правда... Я, конечно, не разбираюсь, может быть, в чем-то. И сейчас скажу хрень. Но есть ощущение, что если пыльный объект лежит на полу, а ты бегаешь по нему, то в какой-то момент пыль поднимается. Да, действительно, потому что ты нажимаешь на этот объект с пылью. Но через несколько секунд пыль возвращается обратно. И, наверное, все-таки не зря я все детство видел, как люди вывешивали ковры и отбивали их, чтобы пыль улетала вниз. Но ты, блядь, дерево... Не хочу. Чарование настигло их еще быстрее. Мы по ним побегали, потоптались. Наверное, там, конечно, пыль уходит куда-то, но это же совсем не так. Или я что-то неправильно говорю. Вышла. Но в итоге она не вышла. Стало еще хуже. Он не вычесывался вообще ни в какую. Никак. Лошади стояли. Ладно, я был прав. На месте у нас никуда не тронулись. Смотрите, сколько грязи на этом полосе. Нравится вам так жить? Нет? Может, выкинем вообще эти полосы, а? Выкинем ковер! Выкинем ковер, все. Согласен, давай пять. Красавчик. Это единственное идеальное решение Жени. Прям идеальное. Выкинуть этих коней, блядь. Это лучшее, что ты мог придумать Евгений. Я тебе за это реально жму руку. Молодец, Евгений. Двигаемся дальше. Где он нам нужен? Ты, Марк, вообще красавчик. Уже с детства понимаешь, что ковры это колхоз. Ну, вот конкретно эти, это прям вообще ублюдство. Минус ковры, плюс настроение. И глубокое отцовское чувство, которое снизошло на Женю. На что я тебя подписал? Прости меня, пожалуйста, за чьим. Почему? Простил? Я тебя люблю. Тоже. Тоже? Детям нужно говорить, чем чаще, тем лучше, что я тебя люблю там. Ой, блядь, посмотрите, какой проснулся оратор. Давайте послушаем. Ходит лелеет их постоянно. Давай эту самую фотографию на память оставим, мы маме отправим ее попозже. Давай, ложись рядом со мной. Заваливайся. Опа! Счастливо. Видел, какой у меня Марк был счастливый. Буду с ним чаще гулять. С Женей определенно что-то происходит. Кажется, хорошим отцом ему быть нравится. Он решает не останавливаться и сыграть с сыном в прятки. Давай, я считаю, до 10 ты прячешься? Давай. Нет, я считаю, ты прячешься. Все, я отвернулся. Давай. Один. Два. В прятки я не люблю категорически играть. Не нравится мне это. Не впирает мне это. Куф. От состава «Зенита» здесь без сюрпризов. Линия обороны. Но прятки Женя уже не вывозит. Футбольный фанат из него пока все-таки лучше получается. Бля, посмотрите, пожалуйста, на экран. Марк просто приуныл. Он такой, а где папа? Почему меня никто не ищет? Уже 20 минут. Марк побежал прятаться. А я сидел на корточках смотрел в футбол. Чё, что? Чё, что? Чё, кривоногие нахер? Это уже третья звезда. Кто на футбол-то вообще взял? Я сидя там очень долго. Бля, я не могу это смотреть. Конечно, я тебя ищу, Марик. Ты чё хоть? Кто не спрятался, я не виноват. А где мой Марк? А, я понял. Ку-ку. Я тебя нашел. Теперь ты считаешь, я прячусь? Да. Давай, считай до 10. Считай, я слушаю. Считай. Препятался, я не виноват. Папа, где ты? Хорошо, что Марк, в отличие от папы, помнит, как играть. Папа, молодец, на тебе флажок. Папа, плохо тебе там вся. Папе просто пофиг. Я своего сразу. Ну и напоследок трамплин. Для сына в сторону дома, а для отца в новую жизнь. Репятствия хочешь? Хорошо, что было много досок всяких, хлама. Но мы давай сочиняем с ним какой-нибудь трамплин. Я перепрыгну. Я перепрыгну. Нет! Всё, последний раз. Всё, больше не буду. Давай. Самый большой. Товерный для меня. Я был как ветер. Всё, самокат заноси. Зачем? Я обещал, мне поможешь задание. Пока катались, к дому привезли стройматериалы. Откладывать ремонт дальше некуда. Надеюсь, дизайнер кухни. Кто? Всё верно. Женя, 24 года. Дизайнер с опытом. Ну, это же тоже нелегко. Там, с этими листами ещё попробую развернить в этом подъезде маленьком. Ничто не вечно под луной. Возможности тёщины-сестры тоже. Она уходит, а папе снова достаются дети и ремонт одновременно. Вот, вот это наконец-то так, как должно быть. И не дай бог, сейчас придёт кто-то опять, типа, ой, а я подружка подружки-тёщи. Я вот думаю, а чё-то вот я проходила мимо, может посидеть с вашим ребёнком? Вот не надо мне этого уже. Да, Петь, справимся? Да. Пойдём, папа. Пошли работать. Марк нагулявшись уснул, а отцу покой пока только снится. Марк обещал мне вообще-то помогать, но он уснул у меня на диване. Пришлось мыть игрушки в жало. Ой, одному. Не-не, в жало, в жало. Так нам понятнее. Ну, лично моей аудитории точно. Ребята, мойте игрушки в жало. Точнее, лучше не в жало. Просите кому-то помочь. Хелпануть, так сказать. Я выкидываю такое? Маркуш. Хорошо. Прибирал игрушки, будил Марку. Говорю, вот это выкинуть или не выкинуть? Он так просто сквозь сон говорил, выкини. Ну, выкини так выкини. То есть, какой он... Я не могу, ребята. Только игрушку, шоу. Ну, да. Не просто, это нелегкая работа. Марик, я все выкидываю, да? Без Марка с этим заданием далеко не уехать. Нужна экспертная оценка. Стою перед этим ящиком, ну, вот дайте мне лопату со в колок. Соберу все и помой. Доставь эти игрушки. Но задание есть задание. Марик, кто помогать-то папе будет? Да, давай выкинем тебе телефон, чтобы ты не смог смотреть свои футбольные матчи. Давай выкинем твои игральные карты, с которыми ты играешь с Серегой Серым Конем и его другом, когда мы изначально смотрели в этом, сидели, бухали. Давай все это выкинем. У меня уже просто вот здесь вот это все. Ты дебил, ты не понимаешь, что? Это для него игрушки такие же важные, как для тебя. Это вообще, наверное, первый обзор, мне кажется, когда я прям говорю дебил, потому что я просто не могу на это смотреть. Он прям вообще не врубает, что происходит в жизни. Я не знаю, как он настрогал двух детей. И кто на... О, боже мой. Тимофей? Надо поспать. Блин, муха. Ты чего? Да чего? Ты мне не помогаешь? Вот у меня все вываливается. А, я мыл игрушку. Помог мне? Нет, не помог. Мыл игрушке? Плохо. Ну вот, почти задание ведущего выполнили, Марк. Ну вот, разобрали. После детских игрушек папа берется за взрослые. Главное, чтобы он сейчас не накосячил, ему же предоставляет хороший материал, и нужно их правильно все-таки поставить, не вот так, как он сделал в ванне, да, с пеной. Без пистолетика что-либо там налил, и потом, это там, на протяжении нескольких лет торчит вот эта вот херня. Пирожки, блять, какие-то в ванне, просто куски пены, ну это вообще абсурд какой-то. Я надеюсь, что он здесь хотя бы все сделает нормально. Можно будет не называть его уже дебилом, но пока что, ну, это вообще край. Заходи. Васюк. Здорово. Дома. Ну, 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 не надо, ну это не честно. Где мне еще там быть, Серега? Настоящие друзья приходят без приглашения и в нужный момент. Ты что пораделся, ты еще ничего не сделал. Хочешь, помоги? Давай начни шлепать панели. Он говорит, не вопрос. Че, в дурной что ли прикрутил ее на саморезы, на клопы что ли? Потому что у меня степеллера не было, мне хотя бы не с письмью здесь за мойками, на эти саморезы. На работе ты делаешь, а дома х**. На хера дома что-то делать? Главное на работе всем угодить, чтобы все сказали, вау, Женька молодец, а дома? Дома можно, в принципе, насрать на стол. Жена уберет, дома все должно быть вылизано. Пять лет назад Настя бросила профессию мастера по маникюру и посвятила себя дому. Пришло время вернуть долги прошлого. У Насти урок, где профессиональный мастер показывает ей, как изменились техника и возможности за это время. После ее работы я поняла, что это тот человек, который бы я хотела у нее чего-то взять. Носиком вперед двигаемся вдоль линии кутикулы. Легкий толчок и проворот, раскрывая инструмент в сторону ногтя. Она мне раскрыла определенную технику обработки по маникюру. Что-то меня поправило, то, что я не так делала. Заехала, замкнула, носики поцеловались, и ты обратно точно так же выехала. Все, отлично. Все-таки хочется донести до мужа, что я хочу дальше этим заниматься. Зачем доносить до мужа, если можно просто начать заниматься? Нужно доносить что-то еще до Жени. Он типа, что этот, блядь, модератор? Такой типа, ладно, да, согласен, начни работать. Типа, он может сказать нет. Или что, почему она задает этот вопрос? Точнее, не вопрос, а вот это вот, надо донести до мужа. А пока Настя пытается наверстать упущенное, Женя с Серегой пытаются наверстать... Серега просто реально машина. Вот, Серега, у меня к тебе уважение прям. Серега, серый конь, мужик. Не отремонтирован. Все, я погнал. Вам спасибо, спасибо большое. Давай, дружище. Я чем мог, тем помог. Я понял. Серега, Серега, спасибо, ладно, я уже к тебе отношусь реально с позитивом. Серый, созвонимся завтра. Серега, Серега, Серега. Марик, сядь, пожалуйста, съешь костасичку хотя бы, кусочек, ну, пожалуйста. И смотри мультики одновременно, я тебе сделаю погромче, хорошо? Давай. Ты чё как маленький-то, ну, на самом деле. Проложечку, брат. Ну ты, бармот. Не Тимоху накормить надо, Марк, пожалуйста, покушай сам, сядь. Ремонт тебе по каждому, вообще, зачет-то, вообще, батя-то, мой души. Нравится? Ну, я так и понял, что не нравится. Дело в шляпе, либо шляпа в деле. Маркуш, дай папе степлер. Марк, кто там пришел? Где, открой дверь? Это чё, какое-то издевательство? Кто там еще пришел-то, блядь? Кто там? Кто там? А, фух, слава богу, что это пив. Пив, привет. Опять пришел? Ну, извини, работа такая. Здравствуйте. Привет. Привет. Я смотрю, работа продолжил. Пол лежит. Итого, задание с милым рай и в бараке практически принимается. Ну, я с тобой доволен. Сделал дело, продолжай дальше. Следующее задание – история игрушки. Угу. Вижу, в тазике все лежит. Марк, ты видел игрушки какие чистые? Сказал кое-кому спасибо? Спасибо. Дай пять. Дай пять. Мимо. Мимо. Ну, если уж Марк говорит, игрушки в порядке, то, конечно, задание принимается. Это сейчас я приняю. А что со вчерашним заданием с коврами? Мы решили их выкинуть, потому что их даже не вычистить, не выбить, пыль или сбор, им здесь не нужно. Ну, тогда задание с коврами, считаю, принято. Мне вообще нисколько их не жалко было. Вешать их не надо было. Как было? Нормально съехал с этим. Я бы на месте Пифа еще дал задание взять вот этот весь мусор вокруг дома и с Серегой с серым конем, я уже не знаю, блядь, что я несу? Только, знаете, начинаю рассуждать за мужиков, типа, что бы сделать? Так, нужно позвать Серегу серого коня. Короче, вывезти мусор, потому что, ну, это такая свалка, он прям с окна все выбрасывает, соседей топит, какое-то неуважение. Это же не его частный дом, это дом, в котором живут еще как минимум там квартира, наверное, сколько? Ну, на этаже три штуки, наверное, не знаю. Вот. Ну, не очень правильно это. Не очень красиво. Можно я ребенка отнесу? Ну, отнеси, конечно. Ну, что, он петель отлечит. И последнее задание второго дня. Нашел. Кого нашел? Марка. В капусте? В будке. В будке? В собачьей. Кто не спрятался, я не вижу. Да, это же будка в натуре. Красава, нормально подметил Жека. Ку-ку. Я тебя нашел. Поиграли? Поиграли. Ему понравилось? Понравилось. Задание «Я иду искать» принимается. Но все задания сзади приняты. Вот задание на третий день. Башмачная лапка? Нет вариантов. Нет вообще. Нужно сделать обувницу вместе с Марком. Это такая что, которую педали ставить надо, да? Да, ну педали, типа, ну, красачи, в которых ты ходишь, емае, бля. Смотреть какие-то матчи футбольные, или, может быть, к Сереге серому коню. Педали, да, реально? Педали для папы на третий день. Кухня с видом на любовь. Закончить ремонт на кухне и рас... Педали. Кто последний раз слышал вот это? О, классные педали. Башмачная лавка. Сделать вместе с Марком обувницу. Пенальти для папы. Научить Марка играть в футбол. Это еще не все. Я знаю, что ты любишь с друзьями встречаться, в картишки играть. А со мной сыграешь? А сколько в колоде у вас карты? Конечно. Ну, давай-ка. Меньше. Тебе везет вообще в игре? Так как вы начали мешать первой, значит, у меня пойдет. Давай, тяни себе карту. Оп. Все очень просто. Ты должен приготовить завтра, это на обед, Марку. Красава, я вообще, я же говорю портовую. Картофельное пюре, сосиски, компот. Вопросы есть ко мне? Нет вопросов. Бля, ну он это делал вчера, блин. Я бы хотел, чтобы он давал какая-нибудь лазанья. Нет вопросов, нет компота. До завтра. Компот-то будет завтра. Будет? Да, естественно. Тогда оставь ведущему. В надежде на триумф папа решил начать день с Арки. Пусть, если ты Арка, товарищи, пусть, я наплачу. Но пришел сын, и Арка Триумфальной не стала. Хватит, я не могу. Не хватало, мне чтобы ты еще помогал. Тихо, 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 ну что ты, куда ты ходишь? Свои мозги, ты не перепутал свои мозги? Я свои мозги перепутал. Я не знаю, где он таких фразы берет. Вот это я вот с ним согласился, вот честно. Страшная Арка была. Начал отдирать старую арку. Отдираю, а там у меня навстречу кирпичи. Я думаю, ё-моё. Да до х**а работаю, очень до х**а работаю. Ладно, с Аркой разберусь, короче, потом. А пока типичные детские водные. Утренние водные процедуры. Ее зубы. Я не могу смотреть на эту ванну. Боже мой, уже прошло почти час шоу. Я вижу эту ванну, мне становится просто плохо. Я в тильт впадаю. Он не любит зубы чистить. Но тут у меня чудо-щетка была, она мигала. И он более-менее успокоился. Начистил я ему жилу. Дважды причем. Зубы почищены, пора их занять завтраком. Сколько тебе блинчиков? Три. Надо тоже, что за готовые блины он достал. Это он делал блины? Это же очевидно, что дала теща. Это тоже неправильно. Короче, мне не нравится то, что программа не предусматривает то, что, ну, типа, очень много помощи. Очень много, прям очень. Хватит. Готянка, готянка. Нет. Марк, соскучился по маме? Угу. Я тоже. Мне надо вызывать. Давай переоденемся. Иди сюда. Он начал реветь, капризничать, бегать от меня, ползать. Во! Тима тебя не спасет. Ты не был на взводе. Сильно устал, имморально и физически. Все, пошли. Концерт в детской от Марка расстраивает папу совсем не по-детски. Марк, я тебе по жопе надаю сейчас. Ты посмотри на меня, встань. Как ты себя ведешь-то? Вот, пожалуйста, я обидел. Как воспитывали? Тук-тук-тук-тук. Привет, есть кто живой? Звук-тук. Затёк, как дела? Привет, мой заинька. Привет. Устал? Пришла тёща. Проверит детей. Я такой, опа. Свалив по традиции отцовские заботы на тёщу, Женя принимает решение свалить из дома. Благо и задание на улице есть. Но план отца в планы Марка не входил. Ну, хватит, бабушка, пожалуйста, Марик. Дотские стены. Не хочу одеваться. Марк, Марк, Марк. Одевать его пришлось очень сильно. Жёстко мне пришлось. Он ревел, со скандалами выходил. Женя понял, как ему унять Марка. На помощь придут местные собачки, которые состоят на балансе двора. Если не папе, так лучшим друзьям человека Васильев-младший всегда готов помочь. А что любить-то? Собачки тоже, видишь, голодненькие. Конечно, да. Марку нравится с животными общаться. Мы пошли в загон. Мы наступали на какашки. Давай. Накормили собак. Собачки должны есть. Правильно, правильно, Марк. Странные чувства и доверие восстановлены. Теперь Васильев-младший готов выйти на поле вместе с отцом. Ты на тебя обиделся. Самое ужасное, что это, наверное, реально первые разы, когда он играет вообще, в принципе, с Марком. И когда передача закончится, и он, скорее всего, выиграет деньги, с учётом того, что ему помогает бесконечная тёща и Серёга Серый Конь. Он больше с Марком играть не будет. Я обиделся. Я обиделся. А я на тебя обиделся тоже. А я на тебя обиделся никого. Да? Тоже всё нормально у меня. Характеры, что ли, у нас такие одинаковые. Потому что мы между собой ругаемся, расходимся по углам. У меня в душе такая вот, не знаю, дубина встаёт в душе, блин. Я, естественно, иду, извиняюсь там перед ним. Марк извинением предпочитает голы. Ворота, в которых стоит отец. Отбирай мяч. Вот молодец. Ну по луже-то не прыгай, ну что ты делаешь-то, эй? Ой. Мяу. Ой. О, бол. О, сетки застряла, да? Вылазь. Сын у меня хороший, талантливый, сразу всё схватывает на лету. Я ему поворотом, бамсом, опа, отбивает. Подбирай свой мячик, пошли. Вот, я ж так и знал, молодцом. Игра закончилась. В грязь лицом не упали, только спиной. Пора возвращаться к делам. Набегал? Спотел? Любовь, Геннадий, на. Да, Жень. Раздетьте, пожалуйста, Марк, у меня ещё одно задание. Хорошо, хорошо, бежим. Спасибо. Ну как поиграли? Очень. Очень хорошо, понравилось? Ну вот, а ты идти не хотел. Тёща умница у меня, она сразу вошла в мое положение. В сложной ситуации оказалось только у меня два друга. Это моя тёща и Серёга сосед. Серёга, я уже по нему соскучился. Так, Марик, у нас ещё задание сделать тебе обед. Давай переоденемся. Дети снова на бабушке и задания по-прежнему на папе. В том числе и кулинарные. Женя, у тебя там компотик твой закипел. Закипел? Да. Это хорошо. Компотик закипает. Да я сам закипел, видимо. Вообще компотик. Нормально ты, блин, подстебнул, Жека. Посяцкий получился. Ну вот, видишь, молодец какой. Мне кажется, что Женя хороший отец. Я посмотрела на него со стороны. Да, конечно, когда ему сейчас 200 тысяч за это заплатят, Женя вообще суперский отец. И бесплатный ещё ремонт в Бахале. С учетом того, что вы ему бесконечно помогаете. Да, отец реально нормальный. Вот стоит делать вывод, исходя из этих двух дней. Да, точно. Вообще 100%, железно. И компот почти готовый. Осталось всё это съесть. Надо же сфоткать ещё, а то ведущий не поверит. Селфи. Угу. А, это и есть селфи, всё верно. На заднюю камеру без лица селфи, да. Фотки еды ведущим должны понравиться. Я ему даже компоту оставил. Блюдо от шеф-повара готово. Марик, обед я сделал, пошли. А, Марк, иди скорее. Пюрешка и компотик. Ну, типа, хотя бы попробуй, папа старался, блин. Марк, Марк, пойдём. И мы с Тимофеем пойдём с тобой. С Тимофеем пойдём тоже, что ты? Как будто ты в ресторане. Пойдём, присаживайся за стол. А папа сейчас тебе будет, как официант, вкуснятину подавать. И Марк такой, я же это ем каждый день. Какая вкуснятина, какой ресторан, блин. Марик. Ой, смотри. Смотри, батя тебе замучил как. Папа сам в органину, зацени. А что там не хватает? Сахара не хватает? Так это пюре. Это же картошка. Да, картошка. Да, я же говорю, он сто процентов это ест просто каждый день от отца. Невкусно? Марк сосиски попробовал, пюре попробовал, ему ничего не понравилось. Я психанул, развернулся, ушёл дальше делать. Папа выходит перевести дух, и тут замечает летевший накануне из окна мусор. Нормально всё. Ой, ***. Готовая уже обувница есть, ***, поклеенная. ***, захотел, сложил, ***. Когда это закончится уже? О, о. Какая обувница? Валенок ты, блять. Ну это же просто какие-то обломки. Сделай ты нормальную обувницу, и ему уже там предоставляют какую-то мебель. Или сооруди что-то нормальное. Ладно, я посмотрим. Может, я, конечно, зря, но я уже всё, у меня уже крыша едет. Ну что-то я там нашёл из материала. Осталось покрасить. Всё-таки, я думаю, маловато будет. Чем-то вырабатывать-то будешь, нет? Зачем? Нормально. Ну не знаю, что в акту не очень насмотрится. Тёщенька, давайте это самое, я сам разберусь. Женя, ты уверен, что это Насте понравится? Надо во всю стену ей сделать. Куда там во всю стену, там ходить негде. Нормально у меня получилось, всё. Каким-то я снимусь. Нормальную стенку властью, так разглаживаю. Маме сердечко будем вырезать? Угу. Да? Да. Привет. Чё делаешь? Завтра в три. А-а-а. Главное не сцать. У нас сегодня последний день. Если бы я поставил голую доску, было бы вообще, ну, Настюхе было бы точно неприятно. Ой, сердечко, а второго-то нет сердечка у тебя? Опа, видал, какой стульчак хороший? Всё скоро кончится, всё закончится. Сделано. Давай, Тимон, теперь попой прогладишь? Да. Опа. Молодец. Марк, вот видишь, тебе нравится? Вот смотри, большое сердечко папа вырезал, смотри, а маленькое. Я вот такое для мамы сделала. А ты? Да я ничего. А давай вот тоже бы сделала бы. Надо аккуратно вот так вот, пальчиком, вот так вот, давай, клади его. И попой пригладь, да. Я попой терцатка ею. Ну что же, хорошего понемногу. Я попой терцатка ею. Ну что же, хорошего понемногу. А хорошей тёщи и того меньше. Жень, ну извини, конечно, я тебе вот сколько могла, столько помогла. Поэтому поезжаю. Потаскай его, потом дальше лимон буду делать. Тогда одеваюсь. Всё, давай. Я надеюсь, что у тебя всё получится. Смотри, осталось не так много. Да. Мне завтра на работу. Я надеюсь, что Женя справится, и у него будет всё хорошо. Оставшись один на один с детьми, папа духом не упал. Бомба. Ладно, Тимоша, пошёл ремонт доделывать. Ты пойдёшь помогать? Но один в поле не воин. Папа это правило помнит хорошо. Привезли мебель, а значит, пора звонить Серёге. Серёг, коров, что делаешь? Да, он обязан Серёге дать хотя бы тысяч пятьдесят. Реально, потому что там с Серёгой сделал почти всё. Серёге идти недалеко, да и не сложно. Это точно всё наше? Фух. Хрена не подъёмная. Это что такое? Тут. На пердящей тяге ещё поступим, к***ю. Да, было тяжело оттаскать этот самый материал весь. Попотеть пришлось. Попотеть пришлось и потом, когда начали. Не пришлось, пришлось, а он всё правильно сказал. Комментатор. Ну, будьте грамотнее. Бирать столы и стулья. В эту сторону начались. Да, уши облезают. Ужасное ощущение. Какие-то свиные уши у меня. Точнее. Твою мать. Это у нас должна быть передняя часть. На, плиту ещё, Женька, газово успеть занести. Что-то не всё. Надо поставить её. Какой уголок с тобой ещё лежит. Я уже всё, я уже жду просто, когда закончится. Почему? Потому что, ну, я не считаю, что это правильно, что это честно. Это не он сделал. Как бы самое-то главное, чтобы жене сейчас было хорошо. Чтоб она заходила. И вот, наконец-то, нормальная кухня. Да? А не куски говна, расклеенные по стенам. Извините меня за выражение. Вот. Поэтому, в целом, всё хорошо. Хорошо, что он хоть чуть-чуть с Марком поиграл. Но, со стороны Жени, вообще, я здесь не вижу ничего прикольного. Ему просто помогли. Вау, круто. Причём, помогли прям очень плотно помогли. Пальцы мне передавил. Ну, всё, в принципе, чё? Сейчас тебе уголок. Собираем, и всё. Всё равно не получается. А вот так получается. Эй, не попал? К концу третьего дня у Жени открылось не только второе дыхание, но и глаза. Да здравствует новая кухня и новый Женя. Раньше же забивал болт. Я же не один забивал, б***ь. Я с тобой забивал болт. А теперь буду отказывать, потому что, понял, видал, что самое случилось. Обязательно жену освобожу. Будет отдыхать тоже, расслабляться. И, как бы, покой тоже будет. Ей, как и у меня всё это время было. Я не верю, что такой человек может в день поменяться. За три дня такой. Ладно, всё, я осознал. Да, теперь я буду делать её реально счастливой конфеткой своей леди и принцессы. Ты так же будешь играть, дружище. А это жалко, они не снимают. Дорогая, я забил, что было после. И, типа, знаете, через год заезжает в квартиру. У-у-у. Жень, я с тобой вспотел. Кто-то почему? Маму, что ли? Здравствуйте. Привет. Когда ведущий приходит на порог постоянно, вечная паника у меня. Просто, ну, не знаю. Всё надо, всё сразу надо. Что с ребёнком? Устал, набегался. Задание выполняли. У нас сложная ситуация, то, что у меня был Марк на руках. Я и так уставший, этот кабанёнок 15 килограмм у меня ещё на руке висит. Здравствуйте. Здравствуйте. Снова здесь, а куда деваться мне от него? Я закладный пацан. Серёга реально классный пацан, сто процентов. Ну ладно, разбирайтесь, я погнал домой тогда. Пока, да. Всё, до свидания. Мне нравится, как пив приходит, Серёга такой. Ну ладно, засиделся. Давай, наверное, Женька, пойду я пока что. Спасибо за помощь, приходите ещё. Серёге огромный респект, он вообще красавчик. Я ему сегодня обязательно налью. Ну что, пойдём к заданиям? Пойдём. Пойдём. У меня сразу же нервы. Давай начнём с самого приятного. Картофельное пюре было? Ага. Молодой человек? Да, было. И какое оно было? Ну, золотое. А вкусное? Ага. Ой, я смотрю, смотри, слюни потекли. Слушай, соси, соси. Скажи, пожалуйста, а был ли компот? Супа из иза. Я вам оставил. Давай компот. А подостыл был вообще, бомба. Божественный напиток. Мой компот был, естественно, божественный. Ну хорошо. Я уверен, что Пифу очень понравился этот компот, он сам любит пить такие каждый день. Это задание принимается. Мы ещё и делаем. Итак, задание на третий день были доделывать кухню, сделать башмачную лавку. Но самое важное сейчас – это детский бумеранг. У меня вопрос к тебе, Марк. Ты в футбол играл? Нет. А теперь пришло время оценить. У меня для тебя три карточки. Пальчик вверх – это значит, папа с заданием справился. Пальчик вниз – папа не справился. А пальчик посередине – папа мог бы научить тебя играть в футбол лучше. Как ты считаешь, какую оценку стоит поставить папе за выполнение задания с футболом? Красавчик, он знает, где зелёный, где хорошо, где плохо. Марк принял задание. Пальчик вверх. Но, смотрите. Пальчик вверх. Были ещё кухня и обувница. Смотри, какую штуку. Дорогая, я забил. А кто сердечки делал? Марк? Мы Илба и папа. А я клеил попой. Ну, слушай, ты профессионал. Дай пять. Вот это я понимаю. Можешь так попой сердечки клеить? Нет. Я прошу прощения, а ты чем кухню собирал? Хорошо, задание – башмачная лавка. Не оценила что-то шутку от Пифа, но ладно. Круто. Это ты готовит. Что осталось? Кухня. Пройдёмте. Я был в ужасе, потому что у меня там куча недоделок было. Ну, другое дело. То, что я видел до этого, вот эти шкафы безмерные, то, что сейчас – это две разные вещи. Но! Можно я Марк отпущу? Куда? В комнату. Ну, беги, играй. Сейчас мы с папой поговорим. Хорошо? Ты мне надо делать. Времени абсолютно мало. Кухню ты доделываешь, а я иду за твоей женой. Потому что именно она должна оценить. И вот тут, знаете, сейчас будет по челчку пальца. Полностью доделанная кухня, убранная квартира. И с детьми сейчас некому сидеть. Ну, как-то вот волшебным образом всё должно доделываться. Блядь, Женя, жаль, что это всё-таки всё сделал не ты. Я думаю, что это вообще для него не было уроком. И он ещё, скорее всего, всё-таки получит 200 тысяч рублей, что он точно не заслужил. Вот пишите что угодно, я вижу всё своими глазами и меня не обманешь в этом плане. Я профессиональный реактолог. Как ты тут справлялся? Батя может всё, что угодно. Всё, я пошёл. Блин, туса. Расставил всё на свои места. Вот раньше был пенал такой здоровенный. Сейчас такая красивая миниатюрная полочка. Какие там всё положено. Анастасия, прекрасная! Здравствуйте! Привет! Смотрите, просто другой человек, вообще другой. Радостная, счастливая, поевшая роллов. Какая-то там намулёванная, так как она хотела. Изучившая маникюр. Ой, боже мой. Прям вот видно, человек вообще по-другому абсолютно выглядит. Прям вот реально сейчас видно, что она рада. Очень жаль, что, скорее всего, это на пару дней. Хорошо. Что было интересно? Повысить свои техники по маникюру. И заняться вокалом. Урок понравился. Анна просто восхитительна. Как ты думаешь, твой муж так же хорош в ремонте, как она? Я надеюсь. Пойдём. О-о-о-о! Привет, мама! Привет, мой хороший! Как ты уйдёшь? Все красавицы. Зайдек мой маленький. Как ты без меня тут? Наконец-то родная моя ячейка. Она со мной. Это мои половинки. Второе, я их очень сильно люблю. Какой ты молодец, умничка моя. Как красиво вообще. Смотри, как оплита у тебя. Да, Зай, теперь будешь готовить. Да я этого не готовила. Настяка будет пироги печь. Классно вообще. Вот такому я мечтала. Я себе ещё телевизор воткну. Я не знаю, как он это сделал. То есть он такой, я за женой. И при этом кухня преобразилась просто. Мистер Пропер, блядь, приходил в гости, да? Детей накормим. Шторы прикольные. Будем кайфовать. На этом диване и за этим столом. Крутые. Какие красивые, яркие шторы. Да. Длинновато, правда, но это не беда. Да, Зай, я тебе даже помогу их подшить. Да? Да. Но вот слава богу, что они их подошьют. Потому что я смотрю, думаю, это что за ужас вообще такой. Да. Да точно ты сделал. Ну и сам, и Серёжа помогал в некоторых моментах. Ну в некоторых моментах. Но в основном. В основном я. Да, Зай, это сделал я. Не стесняйся, это говори. Наконец-то, да? Добилась, малыш мой. Взгляните на экран прямо сейчас. Правый верхний угол за нашим прекрасным Евгением. Пол плинтуса про... Даю гарантию стопроцентную, что этот плинтус не доклеится ещё следующие лет 10, 5, 15, 40, 30, не знаю. Любое число подставляете, столько и не наклеится. Смотрите, пожалуйста, расстояние между стеной и вот этой вот серой полкой, которая также находится за Жене. Это расстояние будет отличным домом для тараканов, который также не заклеится. Короче, не хочу уже это комментировать. Не пожелай врагу даже самому злому, чтобы на три дня его так оставили. Женька, я тебя понимаю, в натуре, не дай бог, меня кто-то так когда-нибудь проучит. Круто? Да, спасибо большое. И тебе тоже, зайчик, спасибо большое. За что ей спасибо? За то, что я вот такую мне жизненную штуку дала. Я отсидел три дня. За что я ее уважаю? За вот такие вот давания жизненных штук. С детьми, с ремонтом, в этом кошмаре, в ужасе просто. Я сниму с тебя, зайка, поранжу. Обещаю, теперь все будет хорошо. Я тебе буду помогать везде всегда. Этот проект замечательный проект. Он дал мне поджопник. Офигенный проект, честное слово. Это наше решение. Открывайте. Ну да. Открывай, давай. Черт. Здесь как минимум 50 тещи, 50 Сереги с серым у коню. Вообще, конечно, лучше больше обоим, но... Сереги с серым у коню. И у меня, блядь. Муж поменялся. И я как-то буду стараться тоже ему угодить. Как-то помочь ему. Тимоха, все, финиш. Все, мамка приехала. До этих треней я понял, что могу многое. И не только ремонт там. И по дому могу и везде могу. Прошлое невозможно отремонтировать как квартиру. Но будущее вашей семьи можно построить своими руками. Принимайте решения, которые способны изменить... Посмотрите на его прическу. Ваше завтра. Это шоу, дорогая, забил. Пока. Пока, пивчик, пока. Ребятки, а на этом все. Евгений Слодкоедов пойдет сейчас на рынок пить. Watermelon Fresh. Что означает арбузный фреш. Ладно, короче, рад был вас видеть. Ставьте лайк, пишите комментарий. Спасибо, что смотрите. Блядь, ну я и обгорел, конечно. Все, чмок. Пока, друзья. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok